Проверки по указанию главного врача страны должны были коснуться всех дошкольных учреждений Украины. Донецким медикам дали на это всего один день. Поэтому проверить все детские сады города они не успели. Рейд провели в 37. Акцентировалось внимание на условиях поставки и реализации молочно-кислой продукции. В течение всей рейдовой проверки, в течение вчерашнего дня, нарушений выявлено не было. Кроме этого, проверяли условия хранения продуктов, а также технологии приготовления блюд. Питание детей, говорят санврачи, находится под регулярным контролем эпидемиологов. И внеплановые проверки их не пугают. В кладовых детсадах обязательно наличие сертификатов качества на все используемые продукты. К тому же, каждое дошкольное учебное учреждение курируется районным отделом образования. Меню мы составляем утром, заведующая, старшая медсестра и старший повар. Продукты получаем с базы. Если чего-то нас не устраивает, значит мы от них отказываемся, отправляем назад и уже тогда переписываем меню. Особое внимание уделяют условиям хранения продуктов. Получают их два раза в неделю в ограниченном объеме. Ровно столько, сколько пойдет на стол в ближайшие два дня. Объем и количество порций тоже под строгим контролем. То, что было приготовлено утром и осталось после завтрака, на обед не подадут никогда. Старшая медсестра пишет на меню, мы, кладовщик, выдает продукты, а я уже развешиваю по порциям. Молоко кипятим обязательно. Если творог, мы вареники варим, обработка идет. Если сырники мы делаем, жарим и обработка в духовке обязательно. Дети результатом довольны. Сырники и вареники пользуются у них большим успехом. Ксения говорит, что может съесть их очень много. Где сидишь? Может они вкусные? Санитарные врачи говорят, что дошкольные учебные учреждения находятся в группе повышенного эпидемриска, а потому контроль за питанием в них очень строгий. Надобность во внеплановых проверках возникает редко. Сотрудники садиков и курирующих их районок говорят, что прежде чем попасть к детям на стол, пища проходит длинную цепочку проверок и обработки, а потому родители могут быть спокойны. Александра Христенко, Роман Фролов, Панорама.